Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! Понедельник, новая неделя и 18.05 мы, как всегда, с вами встречаемся в эфире Финам.ФМ на программе «Сухой остаток», которая посвящена текущей ситуации на финансовых площадках. Сегодня, как всегда, мы будем обсуждать именно эту ситуацию. Тема сегодняшней программы – проблема американского госдолга препятствует росту рынка акций. Знак вопроса я поставлю, посмотрим, препятствует ли она. Но, как минимум, проблема эта не исчезла, несмотря на то, что отодвинулась. А рост рынка акций, надо отдать должное, продолжается. Итак, сегодня об этом мы говорим с моими гостями. Я их представляю с удовольствием. Это Михаил Молодов, директор департамента торговых операций институционной компании «Максвилл Капитал». Добрый вечер, Миша. Добрый вечер. И это Константин Комиссаров, управляющий активами «Локобанка». Добрый вечер. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, напоминаю вам, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495. Также существует сайт компании финам.фм, на который вы можете также зайти и задать свой вопрос, либо прокомментировать, на ваш взгляд, текущую ситуацию на финансовых рынках. Итак, начнем с того, что в 18.05 в Москве. Рисую я картину маслом, что же происходит сейчас на этих самых рынках. Начнем с наших, с наших индикаторов. Индикаторы российского фондового рынка в хорошем плюсе. Весь день, кстати, они так достаточно вяло росли, вот буквально под закрытие. Индекс РТС прибавляет уже больше, чуть больше процента. 1635 его текущая котировка. Индекс ММВБ процент с лишним уже, 1,1%, 1560. Вон как здорово вошли в рост. Надо сказать, что американцы в пятницу закрылись, тоже достаточно убедить. Ну, как минимум, СНП обновил очередной раз максимум. Что происходит на европейских площадках? Они скромнее, но тоже сегодня подросли. Вот. А как будут чувствовать себя американцы, мы узнаем, через полчаса. Фьючерс на СНП тоже растет, тем не менее. Далее, сырьевые рынки и Форекс. Нефть остается дорогой, выше 113 за баррель, 113.57. Текущая котировка нефти марки Брент. Золото продолжает лихорадить. И на 1806 1654 доллара стоит одна тройская унция. Индикатор валютного рынка смотрит также уверенно вверх. И евро-доллар сейчас стремится к 1.35-1.34.70. В моменте, еще раз повторю, буквально перед нашим эфиром, как всегда, началась движуха. Это хорошая традиция, видимо. Ну, и основной набор голубых фишек сегодня в основном в зеленой территории. Надо отдать должное. Сургутнефтегаз прибавляет больше 5%. Сбербанк больше 3%. Русгидро практически 1,5%. МТС 1,6%. В общем, все весело, весело и весело. Хуже рынка торгуется ГМК Норникель, теряя 0,7%. Практически у нулевых отметок Лукойл и 0,5% теряет АвтоВАЗ. Все остальное очень и очень позитивно. Поэтому, начиная наш разговор, давайте тогда мы попытаемся ответить на этот вопрос. Хотя, наверное, пока ответ на него очевиден. Так мешает проблема американского госдолга, росту рынка акций. Миша, как ты считаешь? Смотря какого рынка акций. Если рынка американского, мы видим, что совершенно ничего не мешает российскому. Но российскому, наверное, не госдолг американский мешает, а другие какие-то, наверное, более внутренние развития и проблемы. Поэтому, естественно, что я отвечу, что нет. Американский госдолг на текущий момент не мешает никакому росту, потому что рост происходит. И, соответственно, я думаю, что вот эта тема госдолга, она всплывет. И на этом фоне мы, наверное, уже увидим коррекцию вниз. Наверное, все-таки ближе к маю. То есть вот, как и договаривались, да, господа американцы, отодвинув эту проблему, проблема не исчезла, отодвинулся она до мая. Кость, ты как считаешь, действительно не услышим мы до мая больше? Ну или как минимум не надо обращать внимание на разговоры по поводу госдолга? Ну, здесь, мне кажется, надо для себя сформулировать какую-то гипотезу, будет эта проблема как-то превентивно решена, либо нет. Я больше склоняюсь к тому, что решение какое-то будет достигнуто, хотя, возможно, в форме некого компромисса. На мой взгляд, на сегодняшний день нету заинтересантов ухудшить экономическую ситуацию в Штатах, ни с точки зрения одной, ни с точки зрения другой партии. Поэтому, скорее всего, мы увидим какой-то компромисс, в том числе и по потолку госдолга, и в том числе по вот этому отложенному фискал-клиф. Другой вопрос, какой это будет в форме, что это создаст в долгосрочном плане, какие предпосылки для макроэкономики. Еще один интересный нюанс, который нужно понимать, когда мы говорим про различные потолки госдолга и прочее. Нужно понимать, что в условиях очень низких процентных ставок происходит очень интересный трюк. Пять лет назад объем госдолга был что-то около 7 триллионов долларов. Сейчас он гораздо выше, при этом стоимость обслуживания ниже. Поэтому во многом эта проблема чуть-чуть такая умозрительная. Ее нельзя рассматривать в отрыве от того, сколько стоит обслуживать этот госдолг. И что еще очень важно, как он будет обесцениваться с помощью инфляции в каком-то лонг-терм периоде. Я думаю, реальной этой проблемой может стать только в одном случае, если ФРС перейдет к политике ужесточения. Когда стоимость этого гигантского долга начнет расти, это будут уже такие серьезные изменения для макрополитики. Но пока такого не происходит, вроде как все. Ну и тем более, если верить господам и Тфедридьеров, они планируют держать низкие ставки до конца 2015 года. Но если ничего не изменится, то и... Ну здесь не все так радужно, на мой взгляд. Дело в том, что уже некоторые члены ФРС начинают говорить о том, что текущая политика, она чрезмерная. Опять-таки вопрос, насколько те зеленые ростки, которые мы наблюдаем последние полгода, насколько они устойчивы. Я думаю, что если ФРС увидит какое-то снижение безработицы, то здесь реакция может быть достаточно быстрая. На самом деле, обратите внимание на трежери. Они, в принципе, уже не растут в какой-то промежуток времени. Скорее уже начинают демонстрировать падение. То есть, возможно, рынки уже закладываются на то, что какое-то изменение ставок произойдет быстрее, чем 2015 год. Я понял. Хорошо. Кстати, сейчас мы заговорили о том, вот Костя, в частности, вспомнил о том, что Федрезерв обращает внимание, естественно, прежде всего на безработицу. И я хочу напомнить и нашим уважаемым слушателям о том, что на этой неделе много важной макроэкономической статистики по американскому, прежде всего, рынку. Это и двухдневное заседание Федрезерва, и, кстати, любимые всеми, ожидаемые всеми payrolls, которые в пять планируются вывести. Вот, собственно, в данной ситуации мы можем, как минимум, в краткосрочке посмотреть, насколько ожидания Федрезерва, собственно, оправдываются. Ну, хорошо, в таком случае мы говорим, что действительно эта проблема дисконтируется куда-то, видимо, она так, да, идет в будущее. И, собственно, если говорить о проблеме даже, я с Костей согласен, проблема именно лимит, лимит, изменить лимит, да, то есть, как бы, по факту, все равно придется это сделать, и, тем более, мы видели, что таких прецедентов уже были в экономике Соединенных Штатов Америки, как бы, драматично вокруг него, да, там, какие-то события обсуждаемые не происходили. По факту, все-таки, приходило то, что происходило. Потолок увеличили, и живем дальше. А то, о чем говорит Костя, безусловно, вот этот дешевый долг, его, наверное, обслуживать гораздо легче. Тогда в этом случае надо сказать вот о чем. Миш, а как ты считаешь, если говорить о американском рынке, ему, в принципе, расти ничего сейчас не мешает? И статистика более-менее позитивная, да, ну, и, как бы, вот, известные события на втором плане. Что касается американского рынка, вообще, давайте возьмем историю американского рынка. Ну, наверное, нам все-таки это интересно именно в разрезе российского фондового рынка. Всегда американский рынок, он, на самом деле, в благополучные времена, он сильно не рос. Обычно росли сильно развивающиеся рынки. Американский рынок, если рост, там, я знаю, 7-8%, это считалось у них, там, просто за благо и счастье. Поэтому сейчас ситуация такая, что пока растет очень сильно американский фондовый рынок, это не значит, что будут расти сильно развивающиеся рынки. Потому что, чем, соответственно, у нас получается, тем, чем выше риски, тем больше вложение идет в американскую экономику, в американские акции. Чем риски становятся меньше, то есть инвесторы готовы рисковать, тем они больше покупают наиболее рискованные рынки, ну, в том числе, соответственно, и российские. Поэтому я бы сказал, что не нужно смотреть именно вкупе роста американского рынка и российского фондового рынка. То есть в одну кучу нельзя это мешать? Да, это в одну кучу нельзя мешать, потому что вполне возможно, произойдет некая точка, дойдет рынки до некой точки X, когда будет все то же самое, когда именно деньги с американского рынка начнут уже перетекать в развивающиеся рынки, в том числе и в Россию. Пока этого, естественно, не происходит, и мы видим это по последним оттокам с ЕПФ, допустим, из России. Хорошо, мы об этом чуть позже продолжим. Сейчас слушаем новости на Финамо. Итак, мы продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. На Финамо ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем текущую ситуацию на финансовых площадках, как всегда в это время. В гостях Михаил Молодов, директор Департамента торговых операций и инвестиционной компании «Максвелл Капитал» и Константин Комиссаров, управляющий активами «Локобанка». Ну, теперь, после того, как мы, собственно, поговорили вскользь, да, и о проблемах американского госдолга, и, собственно, немножко поговорили даже о американском рынке, и все-таки давайте-то сосредоточимся на российском. И действительно, вот сейчас за эфиром, по крайней мере, очень интересно, Миша рассказывал, все-таки, действительно, рынок Российской Федерации живет своей какой-то, да, непонятной российской жизнью. Даже хочется классика как-то, да, России, да, умов непонятных. Да, да, сходить какой-нибудь, да, там, классик Пушкин. Совершенно верно, совершенно верно. Опять мы говорим о каком-то особом, да, особом существовании не только всего, что вокруг нас, а еще и российского фондового рынка. Так ли это, Миша? Да, ну, если вы обратите внимание на, как видите, я в последние секунды эфира говорил, что сейчас, если брать фонд ЭПФР, то идет отток, и в последние две недели отток почти по 60 миллионов долларов. Это для российского фондового рынка, на самом деле, что это рынка акций, это, ну, в принципе, хорошие деньги. Да, это немного. А? Приток, ты говоришь, или отток? Это отток, да, отток, поэтому я считаю, что вот текущее значение индекса, как многие поговаривают, если мы 1550 пробиваем и закрепляемся, то есть возможность того, что нерезиденты обратят внимание на наш индекс, и с точки зрения, опять же, каких-то показателей большинства акций, наши акции, даже несмотря на то, что сейчас мы видим такой небольшой рост, они все равно выглядят перспективно, если экономический рост будет развиваться, то понятно, что Россию инвесторы, именно нерезиденты не обойдут стороной, есть все шансы на то, что, по крайней мере, вот в ближайшие там несколько месяцев мы можем увидеть какие-то новые хаи, вот у меня уровень, который сейчас есть в голове, это где-то 1650-1660 пунктов по индексу МВБ, в принципе, есть все возможности до туда дойти. А для того, чтобы наш рынок поднять вверх, вообще какие-то большие деньги стороне резидентов, они совершенно не нужны, он у нас малоликвидный, там любой заход денег, денег сюда просто его поднимет очень сильно. Ну, кстати, вот этот заход, это резиденты будут этим заниматься, или все-таки кто-то со стороны придет? Не, ну, по идее, резиденты вкладываются сейчас, и мы ждем денег именно со стороны нерезидентов, но, к сожалению, это деньги будут спекулятивные, я просто очень сильно сомневаюсь, что сейчас какие-то длинные деньги пойдут сюда. Ну, надо наблюдать, как всегда, за какими-то акциями, наверное, крупными. Вот у нас «Газпром» вообще не растет, поэтому вполне возможно, нерезиденты любят такие акции, как «Газпром». Может быть, как раз с началом роста «Газпрома» мы увидим исход нерезидентов. Кстати, да, действительно «Газпром» не растет, в отличие от «Сбербанка», который уже достаточно уверен, и вот сегодня 106, почти 107 рублей, 3% с лишним. Да, что за идеи, Костя? Он, собственно, отыгрывает. Почему именно он так выделяется из общего набора голубых фишек? Ну, на мой взгляд, там происходит что-то близкое к «Шортсквизу», потому что несколько дней были продажи. Если не сложно, расшифруй, пожалуйста, этот термин, может, не всем он понятен. Ну, этот эффект возникает, когда большое количество игроков становится в короткую позицию и, соответственно, не может ее удержать. «Шорт» имеет такую интересную особенность, что если «Лонг» вы можете пересидеть, то «Шорт», не удавшийся, его надо крыть сразу. Соответственно, там был чисто технический момент, был уровень, от которого производились продажи. Суть по всему, не удалось, а идет закрытие вот этих «Шорт» коротких позиций. Я думаю, что только с этим связано больше ни с чем. То есть никакой вот этой идеи какой-то корпоративной или, может быть, отраслевой Сбербанк, наше все, гробовые деньги, как Лена говорила тут? Нет, ну, с фундаментальной точки зрения, давайте поймем, что Сбербанк, наверное, это один из лучших банков страны. Команде «Грефа» действительно удалось за последние годы превратить его из банка пенсионеров в некий инновационный финансовый институт. И очень амбициозные цели стоят – стать крупнейшим банком Восточной Европы. Я думаю, что эти цели имеют шансы быть реализованными. Поэтому, безусловно, там очень хорошая рентабельность капитала, даже на фоне частных банков. То есть, со всех точек зрения, это, наверное, такая одна из самых интересных фундаментальных идей. В смысле, нашего рынка, да? Да. Вот, если уж мы заговорили о банках, а что, можно сказать, по ВТБ, ну, как правило, если не равняем, то рядом все время ставим и говорим, что банковский сектор, как правило, на нашем рынке в разделе «Голубых фишин» представлен вот этими двумя позициями. Тем не менее, ВТБ-то, он так, скушен, скушен. Ну, здесь, смотрите, здесь, конечно, завтра найдутся желающие купить ВТБ, или, может быть, сегодня это уже произойдет. Просто в силу того, что Сбер вырос, значит, ВТБ осталось на месте. Ну, да куча, что называется, да? Да, да, да. Но дело в том, что ВТБ там уже который год сотрясают корпоративные различные скандалы, связанные с нецелевым использованием средств, и т.д., и т.п. Собственно говоря, то же самое идет вокруг «Газпрома». Я так понимаю, что сейчас, вот до кризиса седьмого года, было такое правило, у рынка короткая память. Сейчас я вижу по всем таким историям, где имитент что-то неправильно сделал, у рынка очень длинная память. Насколько я понимаю, просто вычеркиваются из каких-то-то фокус-листов эти компании, и обратно затащить туда более-менее длинные деньги не получается. Причем даже несмотря на то, что вычеркиваются такие компании уровня «Газпрома», например. Да, то есть это тоже реально. Ну, вот мы видим, «Газпром» — это у нас уже который год разочарование каждого года. Да, да, да. Вот, поэтому, наверное, что-то такое с «Газпромом» произошло. Понятно. Хорошо. Так, в таком случае давайте еще раз мы тогда попытаемся понять, насколько самостоятельен российский рынок акций. Все-таки я возвращаюсь к проблеме оттока капитала. Может быть, стоит упомянуть ситуацию на долговом рынке, который, в принципе, тоже имеет, ну, как минимум, какой-то временной, а может быть, там, ресурс какой-то есть у нее, да, по времени, или, может быть, буду смотреть, если на процентные ставки, Миша. Знаете, а вот долговой рынок — это не фондовый рынок, допустим, акций. Это совершенно иная эстезия. Вот как раз на долговом рынке у нас происходит, если брать облигации, то у нас происходит там ралли. В том ралли уже, наверное, на протяжении, ну, год точно. И как раз вот именно на облигации деньги нерезидентов, они идут и идут в очень больших количествах. Поэтому здесь вот есть такая интересная ситуация, что акции не готовы покупать, но готовы покупать именно российские облигации. И, ну, и вот эта тема, которая там, наверное, уже всеми обсуждалась, это разрешение именно нерезидентам напрямую торговать через евроклиер российскими облигациями, она, естественно, приводит к тому, что у нас вполне такая ситуация возникает, что укрепляется рубль именно на фоне того, что нерезиденты могут напрямую покупать вполне для них хорошую доходность, потому что где они на своем рынке найдут доходность, ну, там, ОФЗ, возьмем, там, не знаю, около шести годовых, да. Притом, естественно, что эти деньги сильно спекулятивны, и, естественно, что они смотрят на такой фактор, как нефть. То есть они понимают, что пока цены на нефть такие, там, выше 110 долларов за марку Brent, то понятно, что опасаться за рубль нечего, и, собственно говоря, почему бы не заработать на этом, там, от шести и выше годовых. Такое сейчас, ну, практически нигде не заработаешь. Поэтому на рынке облигаций происходит ралли, и как раз вот трейдеры по облигациям, они чувствуют себя в России довольно-таки комфортно. Ну, можно говорить о том, что сейчас вот рынок облигаций – это некая альтернатива для иностранного инвестора. То есть он не видит вот той самой, да, уверенности в российском рынке акций, и тем более сулящие доходности инструменты, да, рынка облигаций, собственно, создают. Именно поэтому он и не смотрит на наши акции, потому что… Ну, и так хорошо. Да, просто есть разные виды, допустим, тех же денег. Если, допустим, брать облигации, то понятно, что в облигациях вы зарабатываете. Ваш риск – это валютная позиция. Ну, вот ходят слухи, что если по большей части раньше нерезиденты, они как-то эту валютную позицию хеджировали, то сейчас они уже играют на такой своеобразный риск, ставили на рубль, и они покупают облигации рублевые, не хеджируя эту позицию, из-за того, что вроде как они считают, что рубль может еще пойти выше, и поэтому здесь такая фактически двойная выгода. Ну, и я их понимаю… То есть они получают процент по инструменту, и плюс все рубль укрепляется, да? Да, действительно, и опять же, мы здесь проводили такую вот аналогию, посмотрите, там «Россия-30», да, облигации такой доходности, ну, я не знаю, когда была такая доходность, и там спред между там «Трейжерис» с десятилетними и «Россия-30» там находится на каком-то совсем минимальном уровне. Это говорит о том, что как раз, как ни парадоксально, когда продавали акции российские, все покупали те же нерезиденты, но некоторая из них часть покупала как раз российские облигации. То есть вот здесь вот такой есть дисбаланс, и я считаю, что даже на ближайшие, наверное, несколько месяцев мы можем подойти к краю вот этого пузыря на облигациях, и, соответственно, этот пузырь может сдуваться, но если он там начнет сдуваться, вполне возможно, часть этих денег пойдет как раз на рынок акций. Вот это уже интересно. Смотри, вот ты заговорил о не дисбалансе, о нетрадиционном поведении инвесторов, да? Если мы говорим о том, что рынок акций становится непривлекательным, то традиционно инвестор, иностранный инвестор, да, вводит деньги и покупает те же трижеря, например, да? Да, и, кстати, говорю, раньше всегда было так. Именно так. Если росли акции, росли облигации. Если падали акции, падали облигации. То есть это был тренд одинаковый. Да, это отечественный. То сейчас происходит совершенно все наоборот. Акции могут падать, облигации могут показывать какие-то там чуть не максимальные свои доходные цены. То есть капитал в какой-то степени все-таки остается на российском рынке, давит на рубль, ну, укрепляя его. Тем более сейчас мы говорим и о достаточно высоких ценах на нефть. В общем, как бы с одной стороны все достаточно благоприятно складывается. И тем не менее рынка акций, вот, пока, да, такой интересной динамики у нас нет. Костя, ты как считаешь, ежели действительно вот со временем, с каким-то, может быть, долго ли, коротко ли, как в сказках говорят, ну, однажды такое время настанет, и ситуация на рынке облигаций Российской Федерации будет не очень интересна инвесторов, ну, либо доходности упадут, да, уже не будет такой привлекательной истории, либо какие-то другие причины. Они будут, естественно, вынуждены часть позиций закрывать. Будут ли они рассматривать в качестве вложений, в качестве альтернативы вновь российские жирные акции? Или нет, как ты думаешь? Ну, на мой взгляд, здесь картинка, она чуть-чуть более сложная, чем коллега обрисовал, если так идти с самого начала, первое, что важно понимать, это инфляционный или дефляционный сценарий происходит в мире, соответственно, до сих пор мы скорее видели такое болтание около нуля, то есть, ну, где-то что-то растет. С точки зрения инфляции ты имеешься? С точки зрения экономики реальной, ну, в рамках... В целом причем? Да, да, статистической. Я понял. Значит, мы, извините, я перебью, сейчас послушаем новости на Финам-ФМ. Итак, друзья, продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам-ФМ и Олег Дмитриев обсуждаем все, что происходит на финансовых площадках. И я начну третью часть нашего эфира традиционно с того, что посмотрим, как жив-здоров наш американский старший брат, так мы его обычно называем. Он открылся сейчас, 18.31 в Москве, и, собственно, наверное, это стоило ожидать. Доу-Джонс открылся он достаточно оптимистично. Доу-Джонс прибавляет, ну, десятую процента. СНП-500 чуть меньше, одну сотую. Но выше 1500 открылся СНП, да, 13.909 текущая котировка по Доу-Джонс. В общем, все так продолжает радовать глаз как минимум. Как минимум. Как минимум. Ну, и есть звонок, если не возражаете, уважаемые гости, давайте мы его послушаем, а потом, Константин, да, я попрошу тебя продолжить. Итак, Владимир, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Добрый вечер. По валютам хотел спросить. Наш рубль, да, укрепляется, ну, до сегодняшнего дня. А вот в Канаде, допустим, австралийцы пошли, ну, падают, да, к доллару. Страны вроде как сырьевые. Нефть 113, там, 112 растет. Риски растут. Что происходит с этими вот валютами, да, кстати, как называются? Сырьевые тоже. А рубль, вот, кстати, укрепляется. И что у них, ну, если вкратце расскажете, у них есть свои ОФЗ, да, или какие-то там у этих стран, у этих стран. И к чему у них не идут, если можно рассказать так вкратце. Спасибо. Спасибо, Владимир. Ну, действительно, если вот точку зрения сейчас, да, эту Владимира обрисовать, у нас есть две причины. Для роста сырьевых валют, ну, как минимум две причины. Это рост цен на сырье и на металл, если говорить об австралийском долларе, и пресловутый интерес к риску. И то, другое сейчас растет, ну, по сути-то. А видите, австралийцы в противофазе. Хотя, я надеюсь, я даже знаю наверняка, как вы будете отвечать, что нельзя, да, корреляцию рассматривать на коротких промежутках. Это должно быть более... Ну, Миш, давай. Нет, ну, давайте посмотрим, как ведут себя Центробанки Австралии, Центробанки Канады. Они не повышают ставки свои, правильно ведь? Вот. Наш Центробанк что делал последние, там, не знаю, несколько, там, последний год? Он их повышает. Соответственно, я понимаю, что на российском рубле, я бы не сказал, что это очень сильно сказывается, но, тем не менее, это играет тоже своеобразную роль, поэтому ЦБ России повышает ставки, ЦБ Канады и ЦБ Австралии, он ставки снижал. Поэтому мы видим, что именно на фоне этого там может быть такая сообразная раскореляться именно между рублем и теми валютами. Поэтому вот здесь, собственно, ничего гадать не нужно. Здесь нужно просто смотреть на то, что... То есть дело в политике Центробанка? Конечно, это чисто внутренние события, которые диктует Центробанки. Наш Центробанк считает, что надо действовать так, хотя я с ним не согласен. Другие Центробанки в мере считают, что надо действовать иначе. Ну, вот, соответственно, происходит такая некая раскорреляция. Я понял, Кость. Что-то ты добавишь по этому поводу? Нет. То есть это очевидный процесс, да? Очевидная картина, очевидная. Хорошо. В таком случае, Кость, давай продолжим. Итак, мы говорили о неких перспективах инфляционного, дефляционного развития ситуации. Ну, то есть, суть идеи в чем состоит? Если до сих пор экономическая динамика в мире была достаточно невнятной, акции, особенно циклические акции, это всегда перспективы будущего, перспективы роста. Российский рынок это такой, как бы, фьючерс на нефть, металлы и т.д. и т.п. Соответственно, мы видели, что в мире, что большим спросом пользовались любые дивидендные истории, любые истории фикс-тынком, любые истории рентные. И достаточно редкие, но, тем не менее, истории роста. У нас это Магнит, у них это какие-то другие компании потребительского сектора. Ну, то есть, то, что считается в какой-то степени защитной против циклических движений экономики. Соответственно, если вы отталкиваться от этой концепции, то если мы увидим какие-то более четкие сигналы, что мировая экономика выходит вот из этого кризиса, это сильный сигнал к развороту в пользу любых циклических отраслей металлургии, в первую очередь, ну, любых других коммодитис. Соответственно, с точки зрения бандов это неинтересно, потому что ЦБ в этой ситуации будут повышать ставки, вот как коллега правильно отметил, там вот эти рекордно низкие спреды российских еврооблигаций против американских трежери, там, по сути дела, там все в диапазоне 80 пунктов, а только в пятницу трежери там... Восьми тире десяти? Восьмидесяти. А, восьмидесяти. А только в пятницу доходность трежери там разом скакнула на десять. То есть это вопрос нескольких дней, и, как показывает статистика, фонды облигаций в три раза больше, чем фонды акций. Ну, дальше считайте. Десять процентов оттока оттуда, даже если что-то приходит сюда, это может быть гораздо больше. Хорошо. Значит, тогда вернемся мы к текущей ситуации на рынке российском, и, в принципе, можем, наверное, начать отвечать на вопросы, но вот один из них как раз касается текущей динамики в акциях Сургута, потому что действительно уже больше шести процентов в моменте, вот Андрей, кстати, пишет, что он этим опечален, потому что не отреагировал вовремя, что-то упустил, что случилось, да, где... Самое главное, чтобы человек опечален об упущенной прибыли, не надо опечалиться, да, всех денег не заработаешь. Это нормально. Главное, что вы не сидите в шарте, и уже должны быть счастливы на этом фоне. Да, да, да. Что касается Сургута, ну, это тема, на самом деле, тема начала года по поводу Сургута. Это возможная отчетность по МСФО, которая может опубликовать Сургут. В случае, если это происходит, ходят слухи, что это может произойти в марте. В случае, если это происходит, то Сургут у нас становится прозрачной компанией, где у него на балансе будет показан тот же самый его кэш. И, соответственно, это прямой доступ к покупке нерезидентов, потому что Сургут к своим, скажем так, соратникам по нашему рынку акций и нефтяным компаниям имеет определенный дискунт именно из-за того, что компания непрозрачна. И, соответственно, именно опубликование по МСФО отчетности, это говорит о том, что туда пойдут покупать нерезиденты, что они, собственно говоря, скорее всего, на данный момент и делают. Уже делают. Ну, я думаю, что да. Поэтому триггер в Сургуте — это именно отчетность. Вот публикуют отчетность Сургут, и мы будем, скажем так, видеть там, в принципе, хороший рост, потому что дисконт между, допустим, Сургутом и другими компаниями, он действительно за последние несколько лет стал существенным. Кость, добавишь что-то? Там есть еще один очень интересный такой нюанс, но он, скорее, гипотетический характер носит. Примерно в 96-97 году, когда происходила консолидация НК Сургутнефтегаз, ОАО Сургутнефтегаз, было выпущено достаточно существенное доп. эмиссии обыкновенных акций, которые по российскому законодательству должны быть консолированы, потому что они признавались казначейскими. Соответственно, примерно до 2003-2004 года, когда у Сургута была МСФО-отчетность, аудитор таким образом их и признавал. Цена вопроса — 35 миллиардов акций будет в моделях заложено по Сургутнефтегазу, как сейчас, или 17? — Ну, то есть два раза практически, да? — Да. Соответственно, просто из-за этого очень сильно могут скакать дисконты. Вещь достаточно гипотетическая, потому что много лет уже прошло, но теоретически такой момент тоже имеет место быть. И я прекрасно помню, до 2002-2003 года во всех моделях аналитиков стоялось, что объем акций в обращении 17-17 с чем-то миллиардов. Соответственно, капитализация в два раза ниже почти, чем сейчас, сходу. Может быть, это реализуется, может, нет, но спекулятивно это может отыгрываться. — И, в принципе, да, Миша, как ты говоришь, уже, может быть, мы этот процесс и наблюдаем уже, да? — Да. — Вполне. Так, друзья мои, если не возражаете, мы вернемся к российскому рынку с точки зрения рубля. Рубля опять за эфиром. Вы, интересно, рассказывали истории по мнению неких аналитиков, да, есть возможность увидеть укрепление рубля и дальше, и даже какую-то цифру называли. Вот я прокомментирую просто то, что происходило последний, ну, или как минимум, там, месяц, да, начавшегося 13-го года, еще он не закончен. Значит, мы увидели, действительно, с начала года продолжение тренда на укрепление рубля. Видели, так сказать, две недели с половиной он ходил в диапазоне 30-20, 30-50, вот. А конец прошлой недели этот диапазон вышел вниз, уколол 30, и сейчас вот над этой круглой циферкой он танцует. Сегодня, кстати, немножко падает рубль, если смотреть на текущую ситуацию. Так вот, мне бы хотелось все-таки услышать от вас, как вы видите, дальнейшие события в паре доллар-рубль, ну, или, может, бивалютной корзине, не суть важна. Далее обязательно важно, да, и мы об этом тоже всегда вспоминаем, насколько оперативен или насколько активен будет наш центральный банк препятствовать укреплению рубля или какие-то другие у него интересы все же. Ну, и цифру вот эту, интересно, все-таки было бы еще раз услышать. Голдманы, да, писали там? Да. Давай, Миша. Действительно, аналитики такого крупнейшего банка американского говорили о том, что они считают, что на протяжении первых трех месяцев рубль может дойти до отметки 28 рублей за доллар. Здесь, наверное, стоит отметить, что, ну, понятно, что это все делается с точки зрения спекуляций, но, тем не менее, наверное, стоит обратить внимание именно на то, обратите внимание, да, как сейчас усказываются к политике ЦБ наши, скажем так, предприниматели. Вот в Давосе очень много было интервью, где многие, скажем так, критиковали политику ЦБ из-за того, что он ведет, скажем так, удерживание высоких сталк, и это играет не очень хорошую, не очень хорошую именно... Шутку пусть будет, шутку, в кавычках. Нет, это, скажем так, плохо сказывается на тех предприятиях, которые генерируют выручку в долларах, соответственно... То есть на экспорте, да, на экспортно-ориентированных компаний? Нет, извиняюсь, я ошибся, наоборот, наоборот. На тех, кто в рублях. Да, на тех, кто в рублях. Поэтому здесь, наверное, стоит обратить внимание, что политика ЦБ, она сейчас, конечно же, играет не на руку некоторым предпринимателям, и они этим очень недовольны. Ну и понятно, что укрепление идет на фоне того, что идет сдерживание высоких ставок именно по ЦБ. Я думаю, что когда ЦБ начнет снижать, то есть вероятность того, что рубль уже начнет плавно снижаться. Но цены на нефть я не буду говорить. Здесь, в принципе, и так понятно, что это играет тоже главенствующую роль. Ну да. Но тем не менее, если говорить о ставках, то в свое время вот эта серия повышений процентных ставок, ставок мы увидели после того, как ЦБ начал фокусироваться на инфляции и, собственно, сдерживал таким образом ее. Кстати, сейчас вот если смотреть последнюю статистику по инфляции, то она, дай Боже, уже в январе она, так сказать... Ну, это официальная инфляция, а я думаю, что неофициальная она на самом деле намного выше, поэтому если смотреть официальную, да, она вроде как низкая, но если смотреть неофициальную, то я думаю, что она намного больше. Ну, в этом случае логика того, что через какое-то время ЦБ начнет снижать процентные ставки, если мы увидим продолжение роста цен, Костя. Можем мы действительно к этому прийти, что через какое-то время, да, наш банк начинает снижение ставок, и рубль в данной ситуации может и развернуться. Я думаю, это вопрос второго квартала, может быть, второго, третьего квартала. Этого года. Да, и то при условии, если будет негативное, ну, замедление темпов роста промышленного производства, то, что вот наблюдалось в конце прошлого года, тогда, да, по большому счету, при удержании там инфляции в каких-то таргет диапазоне 5-6 процентов, сейчас на первый месяц можно особо не реагировать, там такие разовые вещи, повышение акцизов на водку там и прочее, прочее. Ну, и, да, и начало нового года. Это можно так немножко проигнорировать. То в целом, да, должно быть понижение ставок. Но это второй, третий квартал, не раньше. Ну, то есть, другими словами, если мы будем приблизительно иметь в виду, что в конце, в начале третьего, в конце второго квартала увидим, давайте прервемся, послушаем новости на Финал МФМ, потом продолжим этот разговор. Итак, друзья, продолжаем, а точнее заканчиваем нам шефир, последние 12 минут осталось, разговариваем о текущей ситуации на финансовых площадках и, собственно, уже завершаем разговор вокруг перспектив отечественной валюты. Я так понимаю, оба моих сегодняшних гостей склоняются к тому, что велика вероятность продолжения, да, укрепления ее против доллара, как минимум, тренд этот может продолжиться. И вот ориентировала нас с Костей сейчас на конец второго квартала, начало третьего. Вполне возможно, к этому периоду мы увидим изменение денежно-кредитной политики Банком России. А до этого времени вполне может продолжиться то, что мы сейчас наблюдаем. Если других никаких изменений не будет, то рубль действительно может укрепиться достаточно сильно от текущих уровней. еще раз повторю, на 30 сейчас, да? Ну, достаточно сильно я бы здесь так не говорил. Ну, хорошо, не до 100. Ну, 28 это прилично, если действительно Голдманам верить. Я, честно говоря, больше ориентируюсь на 29, 29,5. Полтины, да? Какой-то такой диапазон. Все, что ниже, мне кажется, это уже... Не очень реально. Ну, какие-то спекулятивные вылеты могут быть, но в целом, наверное, там уже имеет смысл как-то к доллару присматриваться. Я понял. Да, хорошо. Ну, и последняя часть, как правило, мы отвечаем на вопросы, хотя на многие из них мы уже вот в беседе нашей, да, в процессе беседы ответили. Мы поговорили о банковском секторе отечественном. Мы упомянули с вами перспективы Газпрома. Кстати, о перспективах мы не говорили, мы просто его так немножко полоскали, побили по щекам Газпрома. Да? Как это? Потрепали его за нос. А перспективы какие, все-таки, Миша, у него? Будет он расти-то все-таки? Я с удовольствием скажу, что он будет расти. Газпром, она действительно бумага такая, наверное, если брать ее... Надо, наверное, скорее всего, брать именно внутренние какие-то события, которые происходят в самом Газпроме. Но, к сожалению, я очень хочу, чтобы Газпром рос, потому что это наше все, это наше достояние. И вот даже вот недавно реклама увидела, что вроде как они говорят, что первое место по прибыли в мире занимает, хотя в этом я сильно сомневаюсь, но вроде как они вот так рекламируют. Там у нас что? У нас идет потеря рынка, при том, по-моему, везде потеря внутреннего рынка. Если сейчас то, что хочет наше правительство, это разрешить независимым производителям газа продавать на экспорт свой газ, если это будет разрешено, ну, тут еще одна потеря рынка, плюс мы видим, что потребление газа в Европе, оно упало и снижается, и американцы хотят уже, понятно, что там такая это двоякая возможность, тем не менее, они рассматривают возможность поставления на западные газовые терминалы именно уже американского газа, поэтому... По крайней мере, они активны в этом направлении, они работают, запускают мощности. Да, ну, здесь, наверное, надо самому Газпрому было что-то хорошее сделать, но ничего, к сожалению, Газпром хорошего не делает, потому что кроме увеличения постоянных каких-то вот этих инвестпрограмм, там, в том году до триллиона рублей ни с того ни с сего под конец года, в этом году... Просто забить деньгами они решили, да, сказать, смотрите, а мы круче, мы сейчас еще, как сказать... Кстати, если поставить себя на место, ну, я не говорю там, да, про топов, а просто вот вы, как бы, основные акционеры, вы, там, члены совета директоров, вот насколько логичны эти поступки, учитывая реалии-то суровые такие, нельзя расслабляться Газпрома, а он такой... Ну, Газпром, это, наверное, бумага, которая действует не во благо акционеров, а во благо, по большей части, пытается во благо государства, хотя это тоже понятие такое растяжимое, и вот некоторые их не проекты, как я читал одного аналитика, именно газопровод, по-моему, не ошибаюсь, на Восток, какая-то там сетка, она вообще неокупаема ни за сколько лет, то есть вы сами понимаете, что деньги, они фактически тратятся, ну, при этом они на ветер, но там есть какая-то политическая составляющая, ну, вот... Ну, она понятная политическая составляющая, потому что нужен наш Дальний Восток, во-первых, каким-то образом пристегнуть к центральной России, иначе рано или поздно он просто отколется, попадет в зону влияния более сильных экономических игроков, это первая такая геополитическая вещь. Вторая вещь, наверное, у вождей Газпрома есть некое понимание, что раз Европа хочет диверсифицировать поставки, то Газпрому тоже нужно диверсифицировать своих потребителей, а где их искать, кроме как, не на Востоке. Но я полностью с коллегой согласен, проекты вызывают огромные вопросы, окупаемость, скорее всего, будет очень длительная, эффективность отдачи на капитал вложенной очень низкая. Соответственно, инвесторы все эти вопросы хорошо понимают, и мне кажется, тут еще есть один такой большой момент я для себя выделил. За последние 3-5 лет огромное количество активов было продано по очень таким подозрительно низким ценам. Мы через год узнавали, что буровые компании, какие-то облгазы оценивались в один ПИНАИ. Конечно, это вызывает определенные вопросы. Почему это было сделано, какой в этом смысл, вот эта история продажи новотека, когда его там прогнали через Газпромбанк, и буквально через неделю на 30% выше он ушел от Таталю. Все это вызывает определенные вопросы именно про качество корпоративного управления. Я думаю, что если Газпром действительно заинтересован повышением своей капитализации, вот эти внешние факторы, они находятся вне зоны его ответственности, особенно то, что происходит на мировом газовом рынке. Но если что-то поменять именно с точки зрения корпоративного управления, здесь могут быть позитивные сюрпризы. Но другой вопрос, нужно это кому-то или нет. Ну да. Это не совсем уже рыночная история, да? У нас есть звонок, давайте послушаем. Алексей, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос еще раз по доллар-рублю, такой довольно прикладной. У меня же есть какая-то сумма в долларах, и мне нужно будет совершить с горизонтом на полгода рублевую покупку здесь в России. Я вот сижу и думаю, сейчас мне их менять или ждать полгода. Сейчас менять доллары на рубли, либо через полгода, ну то есть в пределах полугода. Ну, в пределах полугода, да. Или сейчас какой-то локальный максимум искать, ну так вот непонятно. Локальный максимум. А вы вообще к рынку какое отношение имеете? К рынку я имею в виду... Очень информативная. Информативная, да? Просто вот фраза «я пошел искать локальный максимум», она так разознается. Ну, я слышал такие слова, скажем так. Нет, это нормально, нормально, нормально. Просто мы-то всегда говорим о том, что человек далекий от рынка, пытается зарабатывать спекуляциями, да, он идет в обменник и, естественно, покупает, да, на максимум, продает на минимум, и вот это такое классическое... Нет, это не спекуляция. Нет, нет, я понимаю, я вас понимаю. Хорошо, Леш, спасибо, мы попробуем сейчас дать вам ответ. Итак, у Леши есть доллары, значит, ему нужно в течение полугода превратить их в рубли, и, соответственно, он ждет какой-то более выгодной, может быть, когда-то она появится, цифры. Ну, тут, на самом деле, я бы сказал так. Я немножко смыщен, такое ощущение, что народ не учится на ошибках, но вспомните 2008 год, доллар дешевый, все берут кредит в чем? В долларах, что происходит потом, происходит потом не самые хорошие вещи. В иенах кто-то взял. Ну, в иенах, это я уже вообще не знаю. В иенах взял, тому повезло, видимо. Да, и даже, я помню, какой-то банк предлагал в швейцарских франках. Там проще было лечь в могилу после этого. Да, поэтому, уважаемые инвесторы, если у вас покупка в рублях, то зачем вам держать доллары? Вы, наверное, предполагаете, что у вас сумма какая-то там, ну, более-менее фиксированная. Просто возьмите, обменяйте доллары на рубли, положите на депозит, на эти, там, не знаю, полгода. Полгода все-таки срок, да? Да, конечно. Вы заработаете на этом депозите, потом снимете деньги, купите то, что вам нужно в рублях. Вот и все. Здесь не нужно спекулировать. Поверьте, на этих спекуляциях вы больше отдадите за всякие комиссии или больше там по-любому потеряете на курсовой разнице, потому что мы можем прогнозировать что-то, но не факт, что это случится. Конечно. Поэтому лучше, скажем так, синиться в руках, чем журавль в небе. Кость. Здесь добавить, наверное, особенно нечего. Я думаю, что на горизонте полгода, если вы не поймаете какие-то действительно локальные пики, то в целом все будет примерно вот как на текущих уровнях. Ну, и с другой стороны, да, если действительно речь не о таком большом инвестиционном горизонте, 30 сейчас стоит, ну, условно говоря, да, ваши тысячи, ну, в кавычках, тысячи долларов сейчас стоит 30 тысяч рублей. Ну, конечно, есть надежда, что через, там, 3 месяца, 6 месяцев эта тысяча доллара будет стоить 31 тысячу рублей. Но это надежда... Но если вы получите на депозит, вы даже будете заработать. Совершенно верно. То есть на полгода наверняка эта доходность может быть сопоставима. Не надо, да, я соглашусь с моими коллегами. Не надо заниматься тем, чем вы, собственно, заниматься не настроены. Вам нужно совершить покупку, значит, надо поменять, положить. Вот они есть уже все. А потом, ну, вот опять эта история неприятная всегда мне, когда я слышу попытка, да, человека заработать на разнице процентных, на разнице валютных курсов через обмен валюты, вот с таким спредом, да, и, соответственно, не в самый подходящий момент. Это беда. Хорошо, Леша. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Немного времени осталось. Еще один вопрос у нас про нефти традиционно. Кость прокомментирует. 274 текущая ее стоимость. Ну и вообще, стоит ли ожидать что-то там заоблачного или этот диапазон, вот я его тоже слышал от ваших коллег, там, 255-275, и он будет еще болтаться. Пока, кстати, да, не подтвердится или не продолжится история с тем, что готовится опять очередная сделка. Вторая половина готовится к выкупу. Кость. Ну, здесь, если вопрос в практической плоскости, если у вас есть эта бумага, я думаю, что надо начинать фиксировать потихоньку. Брать на, входить на этих уровнях, наверное, на мой взгляд, это не лучшая идея. Был сильный рост, должна быть какая-то коррекция, как минимум. Я понял. Я понял. То есть, вот как раз, ну, текущий локальный максимум ты видишь вот здесь, да, в районе 275. Видишь? Господин Сечин сказал господину Путину, что капитализация будет намного выше текущих уровней процентов до 30. Пообещал, да? Пообещал. Зуб дал практически. Да, сказав, да, что Роснефть, она действительно дешевая. Будет ли это? Ну, вспомните по поводу обещания, если не ошибаюсь, по Газпрому. Я тоже самое хотел сказать. Поэтому я бы по текущей цене согласен с коллегой и тоже бы фиксировал. Триллион, по-моему, обещали. Да, да. По Газпрому ты еще? Да, почти там 8-9 раз выше, чем сейчас. Ну, да, опять мы возвращаемся к эффективному менеджменту, так называемому. Очень часто, как у нас говорили в армии, не отвечают люди за слова, за свои. А вся проблема в том, наверное, что это люди публичные. Они-то, может быть, и понимают, да, что то, что он пообещал, это просто нужно вот сейчас это сказать, а потом об этом забудут. Они забудут, что они люди публичные. И мы-то их слушаем, и мы-то делаем, да, выводы, и мы принимаем торговые решения, и люди с радостью начинают входить в бумагу, а оно вон что. А оно не срослось. Ну, да ладно. Итак, мы будем потихоньку заканчивать. Что касается ответа на вопрос перспективы в Роснефти, в общем, оба мои гости сошлись в том, что текущий локальный максимум 275, да, его надо фиксироваться, если есть длинные позиции, ну, и сдать коррекцию, наверное, перезаходить. Ну, в общем, это как будет удобно. Значит, я благодарю моих гостей. Напоминаю, сегодня в студии Михаил Молодов, директор Департамента торговых операций и инвестиционной компании «Максвилл Капитал» и Константин Комиссаров, управляющий активами «Локобанка». Уважаемые слушатели, собственно, началась новая рабочая неделя, соответственно, каждый день в это же время мы встречаемся, обсуждаем текущий рынок. Успехов на рынке, всего хорошего. До свидания. До завтра.